Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней лекции – мастерство Чехова-новеллиста. Появление Антона Павловича Чехова в русской литературе в последние четверти XIX века произошло почти незаметно. Короткие рассказы молодого писателя печатались на страницах юмористических журналов. Однако читателей очаровал неповторимый стиль Чехова и его подход к жизни. Особенность рассказов Чехова заключается в том, что в них краткая форма изложения сочетается с глубиной и серьезностью содержания. Важные и сложные идеи раскрываются в простой и лаконичной форме. Мастерство Чехова проявляется во многих аспектах его творчества, которые мы с вами рассмотрим далее. Основные моменты нашей лекции. Чехов в своих произведениях пишет о незначительных вещах из повседневной жизни. То, что на первый взгляд кажется неважным и абсолютно несущественным, Чехов использует для изображения картины жизни России. Через описание обычной жизни обычных людей читателю открывается трагическая сторона жизни российского общества. Герои рассказов Чехова изъясняются свободно и искренне. Автор не вмешивается в происходящее, не дает своих оценок. Он как художник наблюдает и рисует жизнь человека во всех ее проявлениях. Юмор и комические средства. В начале своего творчества Чехов в искусной манере применял разнообразные формы юмора и комические средства художественной выразительности. Его рассказы состояли из смешных эпизодов, анекдотов, фильетонов, пародий и шуток. В такой легкой и юмористической форме он раскрывал серьезные темы социального неравенства, вопросы морального упадка и потери человеческого достоинства. Мастерство Чехова проявляется в том, что в простых эпизодах повседневной жизни он показывает определенные поведенческие и ментальные привычки людей. Он использует различные приемы и способы для выражения юмора. Например, в рассказах «Хамелеон» и «Унтер Пришибеев» Чехов использует смешные фамилии персонажей, абсурдное выражение. Композиция материала Мастерство Чехова, как новеллиста, проявляется в отборе и композиции материала. Отбирая материал, Чехов заполнял небольшие произведения огромным содержанием. В его рассказах ставятся серьезные морально-психологические проблемы. Например, в рассказе «На пути» 1886 года Чехов вложил в простой, обыденный сюжет глубокое философское и психологическое содержание. В рассказе представлена случайная встреча двух очень разных героев, каждый из которых идет своей дорогой. Случайное переплетение судьб раскрывает нам всю трагичность судьбы героя-скитальца, который находится на пути непрекращающихся поисков. Детали, помогающие раскрыть сущность персонажа. Он умел выделить существенную деталь, определяющую характеристику персонажа или предмета. Одной такой деталью Чехов может раскрыть сущность характера или состояние человека, передать атмосферу окружающую героям. Например, в рассказе «Спать хочется» одна деталь помогает понять состояние варьки. Это многократно упоминающееся зеленое пятно на потолке. Это пятно как будто преследует девочку и вынуждает убить ребенка. Лаконичность как характерная черта творчества Чехова. Композиция рассказов Чехова проста и лаконична. Он не использует ничего лишнего. С самого начала автор вводит читателя в суть дела. Например, рассказ «Враги» начинается словами. В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Чехов был противником сложных сюжетов, считая, что чем проще фабула, тем лучше. Его рассказы не отличаются захватывающим или интригующим сюжетом. Некоторые из них представляют собой бессюжетные психологические этюды. Например, повесть «Степь» имеет такую бессюжетность. «Люди едут по бесконечной степи». В ней Чехов показывает образ степи в разных ее проявлениях. В таких рассказах сюжет не играет главную роль. В них автор обращает внимание на внутреннее состояние героя, его видение мира. Ногоплановость рассказов При этом короткие рассказы многоплановы в своем содержании. В них несколько тем, идей, показаны разные стороны жизни. Автор глубоко проникает в душевный мир своих героев, показывает их явные характеристики и раскрывает тайные характеристики. Примером многопланового сложного сюжета является «Рассказ неизвестного человека». Это история любви на фоне политической реакции, крушения народнических иллюзий и ренегатства, а также идейного осмысления положения женщин в современном обществе. Лаконичность и выразительность повествования Мастерство чеховского творчества объединяет в себе замечательный лаконичный стиль повествования и предельную выразительность речи. События и люди представлены в его рассказах в их естественном виде. Вместо подробного описания внешности чиновника в рассказе «Анна на шее» он использует краткие, но ёмкие сравнения. Щёки он сравнивает с желе, а подбородок с пяткой. В очень изящной и лаконичной манере Чехов даёт описание лунной ночи в рассказе «Волк». На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени. На середине её блестела звездой горлышко от разбитой бутылки. Экспозиция в рассказах Чехова обычно бывает очень краткой. В ней автор показывает социально-бытовой фон. Например, в рассказе «Толстый и тонкий» дана предельно краткая экспозиция, выраженная одним предложением. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Внешний и внутренний мир в рассказах Чехова. В поздних рассказах, написанных в конце творческого пути, Чехов объединяет два параллельных сюжета – внешний и внутренний. Так, например, жизнь героя рассказа «Учитель словесности» Никитина разделяется на два параллельных мира – внешний и внутренний. Внешний мир героя – это вполне благополучная семейная жизнь, красивая жена, уютный дом и работа. До определенного момента внутреннее состояние героя находится в гармонии с внешним миром. Окрыленный любовью к Манюсе, он не замечает всей пошлости мещанского общества. Но душа героя, живая и искренняя, стремится к духовно богатой жизни. Одна случайно брошенная фраза Манюни разделяет мир героя. Он думал о том, что кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему, и вот этому коту, ведь есть еще другой мир. Выражение идей автора через голос героя. Часто в чеховских произведениях голос героя сливается с голосом повествователя. Например, в рассказе «Крыжовник» Чехов как бы выражает свои идеи через слова одного из персонажей рассказа Ивана Ивановича. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Объективность в изображении реальности Чехов избегает излишней драматизации сюжета, не сгущает краски. Он не стремится изобразить вопиющее социальное зло в преувеличенном виде. Основной его прием это объективность, изображение реальности. Чехов использует ровный, спокойный тон повествования. Для его рассказов не характерно какое-либо украшательство, только изящная простота речи. Даже в самых драматических и трагических моментах автор не изменяет своему спокойному, сдержанному тону. Например, в рассказе в овраге автор очень сдержанно, нейтрально и лаконично описывает жестокое убийство ребенка. Чеховская объективность и сдержанность также проявляются в том, что он никогда не дает авторскую оценку своим героям, никогда не проповедует моральные ценности. объективность и сдержанность в рассказе враги. В рассказе враги автор рассказывает о двух персонажах. Доктор, у которого только что умер сын, и богатый аристократ, который вынуждает его забыть о своем горе и помочь его жене. Доктор, несмотря на пережитое горе, едет к Абогину домой, где узнает, что болезнь жены была притворством. Чувство ненависти и презрения к Абогину и его жене переполняет доктора. Между ними вспыхивает ссора. Они расстались врагами. Чехов в свойственной ему сдержанной манере идет повествование, не осуждая и не оправдывая действия ни одного из героев. Автор дает возможность читателю самому определить свое отношение к героям. Этот рассказ может служить как хороший пример объективного подхода Чехова к своим рассказам. Раскрытие характера персонажа через подтекст. В рассказе Попрыгунья он старается не давать прямых комментариев характеру главной героини. Ее легкомысленность раскрывается через ее поведение, слова, поступки, взгляды на жизнь. Стараясь выглядеть оригинальной, она зовет своего мужа по фамилии. Это показывает ее поверхностные взгляды на понятие оригинальности. Другой пример чеховского подтекста из того же рассказа мы можем найти в описании Дымова при смерти. Поверхностные взгляды героини. Он жил незаметно он тихо выполнял свои обязанности лечил людей боролся против болезней и смертей и так же тихо и незаметно ушел из жизни. Следующими словами Чехов изображает эту сцену Молчаливое безропотное непонятное существо обезличенное своей кроткостью бесхарактерное слабое от излишней доброты глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. Также в рассказе Ионыч Чехов простой лаконичностью раскрывает недалекость семьи Туркиных когда котик рассказывая о прочтенной на днях книге Писемского замечает только лишь то что имя и отчество автора звучат очень смешно. Создание атмосферы рассказа В рассказах Чехова начиная с конца 80-х годов проявляется особое мастерство автора умение создать настроение или атмосферу произведения Например рассказ Поцелуй создает неповторимую атмосферу настроение которое остается с читателем надолго На щеке куда поцеловала незнакомка дрожал легкий приятный холодок как от мятных капель и чем больше он тер это место тем сильнее чувствовался этот холодок Лирическая атмосфера пропитанная ностальгией и воспоминаниями о прошлом присутствует в произведении «Дом с мезонином» где герой с грустью воспоминает свою потерянную в молодости любовь Я уже начинаю забывать про дом с мезонином Но все же герои не покидают надежды на будущее В минуты когда меня томит одиночество и мне грустно почему-то начинает казаться что обо мне также вспоминают меня ждут и мы встретимся Лирические отступления в произведениях Чехова Лирицизм в произведениях Чехова может проявляться в различных формах Иногда это лирические отступления в форме философских рассуждений Так шумело внизу когда еще тут не было ни Ялты ни Арианды теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо когда нас не будет и в этом постоянстве в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется быть может залог нашего вечного спасения непрерывного движения жизни на земле непрерывного совершенства дама с собачкой Чехов в самых лиричных моментах описывая внутренние чувства героя связывает их с природой или окружающей средой так в его рассказах внешний мир сливается с внутренним миром героев например в рассказе мужики автор описывает внутреннее состояние персонажа Чикельдеева лампочка потухла и потемки и два окошка резко освещенные луной и тишина и скрип колыбели напоминали почему-то только о том что жизнь уже прошла что не вернешь ее никак вздремнешь забудешься и вдруг кто-то трогает за плечо дует в щеку и сна нет тело такое точно отлежал его и лезут в голову все мысли о смерти Роль природы в произведениях Чехова природа в произведениях Чехова не играет роль декораций а создает фон атмосферу и всегда напрямую связана с внутренним миром персонажей описание природы не статично Чехов рисует природу в динамике она меняется в зависимости от настроения героя человек и природа неотделимые явления в творчестве Чехова например в рассказе Ионыч когда старцев ждет котика при поднятом настроении в ожидании романтического свидания он видит природу прекрасной как будто в первый раз на первых порах старцева поразило то что он видел теперь в первый раз в жизни и чего вероятно больше уже не случится видеть мир не похожий ни на что другое мир где так хорош и мягок лунный свет точно здесь его колыбель когда старцев осознал что ждет котика напрасно все изменилось и точно опустился занавес луна ушла под облака и вдруг все потемнело кругом природа как отражение судьбоносных моментов в жизни героя часто переворотный момент судьбе героя сопровождается изменениями в природе которые как бы намекают читателю на судьбоносность происходящих событий в рассказе «Дама с собачкой» Гуров завязал несерьезный курортный роман с Анной но в следующей главе автор показывает что данная встреча имела определяющее значение судьбе героя для этого Чехов описывает природную стихию атмосферу перед бурей которая пронесется через жизнь Гурова в комнатах было душно а на улицах вихрем носилась пыль срывала шляпы это предчувствие бури сыграет важную роль в развитии сюжета рассказа природа как гармония мира лирическое описание природы в творчестве Чехова как философское обобщение имеет общественное значение в рассказе мужики бесконечная красота природы противопоставляется всем человеческим несчастьям поверила теплотой стало отрадно какое прекрасное утро и вероятно какая была бы прекрасная жизнь на этом свете если бы не нужда ужасная безысходная нужда от которой нигде не спрячешься стоило теперь только оглянуться на деревню как живо вспомнилось все вчерашнее и очарование счастья какое чудилось кругом исчезло в одно мгновение в творчестве Чехова природа создает гармонию мира человеческая жизнь должна отражать гармонию природы Чехов с уверенностью смотрел в будущее где наступит новая прекрасная жизнь в гармонии человека и природы описание повседневности главной чертой чеховского реализма является его описание повседневности в простой лаконичной и реалистичной манере так как в рассказах Чехова отсутствует захватывающий сюжет автор ищет новые методы и техники для создания композиции рассказа Чехов отказывается от таких приемов как интрига и сложный сюжет инновация Чехова как новеллиста заключается в том что он используя незначительные будничные эпизоды рисует достоверную картину человеческой жизни сюжет рассказа студент является незначительным основное внимание Чехов обращает на изменение внутреннего состояния героя описание жизни в обычном ее течении в начале рассказа автор рисует депрессивную картину холодного осеннего вечера которая перекликается с подавленным внутренним состоянием героя один незначительный эпизод в его жизни случайный разговор с двумя женщинами полностью меняют его настроение и мировосприятие и радость вдруг заволновалась в его душе и он даже остановился на минуту чтобы перевести дух в этом умении найти переломный момент в душевном мире героев даже в самых обыденных эпизодах жизни проявляется мастерство Чехова он не использует редкие исключительные случаи он описывает жизнь в обычном ее течении в повседневности где другие писатели не могли найти чего-то нового Чехов доходит наиболее важные и наиболее насущные вопросы жизни духовная эволюция героев Чехов строит сюжет с великим мастерством у него есть рассказы со сложными сюжетами богатые разнообразными эпизодами и происшествиями но даже в этих рассказах события не имеют главного значения но каждый эпизод раскрывает процесс духовного развития героя события интересуют автора до той степени когда они оставляют значительный отпечаток в душевной жизни героя например рассказ моя жизнь полон разных эпизодов с которыми связана жизнь героя но внимание автора направлено на духовную эволюцию героя Мисаила внутренняя драма персонажа изображая изменения внутреннего состояния героя автор показывает как разнообразные события с которыми сталкивается Мисаил в процессе духовной трансформации окончательно разрывают его жизнь с обывательским обществом таким образом в большинстве чеховских рассказов центральное место сюжета занимает внутренняя драма персонажа а не события которые происходят открытый финал чеховских рассказов чеховское мастерство проявляется во всех элементах композиции но особенность его рассказов заключается в финальной части произведения обычно рассказы чехова имеют неоднозначную концовку или открытый финал присутствует элемент бесконечности история героев не заканчивается с последним предложением наоборот в последней части чехов часто заставляет задуматься о перспективности например в рассказе дама с собачкой в финальной сцене мы видим героев которые находятся в ожидании перемен в ожидании новой счастливой жизни открытый финал в произведениях чехова оригинальный финал дается в рассказе учитель словесности герой рассказа никитин разочаровался в своем семейном счастье ища выхода из сложившейся ситуации он мечтает бежать в москву о чем пишет в своем дневнике где я боже мой меня окружает пошлость и пошлость нет ничего страшнее оскорбительнее тоскливее пошлости бежать отсюда бежать сегодня иначе я сойду с ума на этом автор ставит точку мы не знаем как сложится дальнейшая судьба героя открытый финал в произведениях Чехова показывает нам что жизнь продолжается дальше таким образом мы с вами обсудили тему посвященную мастерству Чехова подводя итог можно выделить некоторые особенности творчества Чехова которые делают его рассказы своеобразными и уникальными с лаконичным сюжетом но в то же время глубоким содержанием через описание обычной жизни обычных людей Чехов удивительно точно и реалистично рисует картину жизни целой страны он раскрывал серьезные темы с помощью юмора и комических средств важное место в творчестве Чехова занимает природа которая создает гармонию мира также отличительной чертой чеховского мастерства является открытый финал который создает эффект реальности происходящего так как наша жизнь как и жизнь героев продолжается дальше при внимательном взгляде на художественные черты рассказов Чехова можно обнаружить что он был не только великим мастером но и инноватором исключительная художественная изобретательность гуманистический подход и достоверность сделали рассказы Чехова актуальными и востребованными для всех поколений читателей и его работы заняли достойное место среди сокровищ мировой литературы литературы джек nombre заняли литературы джек